Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня тема заключается в том, что, кстати, от девушек очень много поступает таких вопросов, да, в последнее время. Инвестиции в драгоценные металлы через покупку ювелирных украшений. То есть, когда покупаются конкретно кольцо, сережки, бусы, цепочки, ну, любые виды ювелирных изделий. Стоит ли покупку ювелирных изделий рассматривать как инвестицию? С какими сложностями можно столкнуться в этом ключе? Стоит ли относить это к вопросу инвестиции? Смотрите данное видео до конца. Думаю, оно будет полезно и интересно, чтобы вы узнали мое мнение по этому поводу. Отношу лично я такого рода инвестиции к инвестициям? Использую или нет, да? И каким образом вам самим это использовать в своей собственной голове? То есть, куда это отнести? К доходам, расходам, сколько на этом можно непосредственно заработать? Итак, поехали. В любом изделии, когда вы берете сертификат и покупаете золотое изделие, там указано количество золота, какой пробы и цена за грамм. Ситуация как бы объясняется тем, что когда происходит покупка ювелирного изделия, то есть наценка производителя, доставщика, продавца, оптового продавца, да? То есть, на каждом этапе есть какая-то своя определенная наценка. И использовать, например, ювелирные украшения как инструмент сохранения денег, ну так себе. То есть, если это только там не яйца ФБРЖ какие-нибудь, антиквариат или еще что-то. Потому что, если посмотреть, сколько стоят ювелирные украшения, цена золота в ювелирном украшении, да? И, не знаю, там, если вы это золото будете покупать в физической форме, там, слитки, монеты. Я, как бы, в этом случае просто не советую смотреть к подходу, ну, то есть, если вы покупаете ювелирные украшения, что это вы покупаете, там, золото. Но, опять-таки, для интереса посмотрите стоимостью ювелирных украшений того и того же самой. Тиффани, Чапарт, да? То есть, Картье, сколько они стоят? И цена, сколько там этого золота фактически, да? То есть, есть вообще искусство, изготовление, маркетинг, бренд, да? То есть, и за все это владятся непосредственно определенные деньги. Для сравнения, просто, чтобы понимать, каков у вас разрыв, есть любое мобильное приложение, Сбербанк онлайн, ВТБ, Тинькофф, обезличенные металлические счета. Открываете, у вас уже в рублях посчитано. Вот прямо сейчас сколько стоит открыть ОМС на один грамм золота? Сколько будет стоить? Взяли изделие ювелирное, посмотрели, сколько там цена за грамм. Условно, там, я не знаю, 5 грамм золота, да, которое стоит 40 тысяч рублей. 40 тысяч разделили на 5, получили цену грамма. Цена грамма там составляет, сколько там, 8 тысяч. Ну, то есть, в любом случае, смысл в том, чтобы сравнивать цена за грамм золота, да, и не использовать ювелирка. То есть, ювелирка это не инвестиционная история, абсолютно не инвестиционная. Это должно быть что-то или с именем, или с брендом, или антиквариат. В меньшей степени, какое-то из разряда дорого-богато. Когда возникают кризисные времена, для чего покупается золото в кризисные времена? То есть, любые ювелирные украшения применяются в ломбарде по цене лома, да. То есть, и вот это все доказывает, да я же его покупала там за 40 тысяч, вот у меня ценник. Ну, сходите в любой ломбард, принесите туда там свое изделие и скажите, вот почем примете, да. Вот и цена сейчас. В условиях, когда возникают какие-то сложности, да, то есть, цена будет еще ниже. Это тоже нужно понимать. Поэтому ни в коем случае не нужно рассматривать ювелирные украшения, как в драгоценных металлах, как инвестиции в драгоценные металлы. Цена золота в ювелирном изделии гораздо выше, чем цена золота в монете или в слитке металла. Еще раз, если я покупаю печатку стоимостью 50 тысяч рублей, да, которая весит, там, я не знаю, к примеру, говорю, 10 граммов золота, то есть, там 10 граммов золота. То есть, если я для себя ассоциирую это, по сути, я покупаю там 10 граммов золота, там 1 треть унции, для меня получается цена грамма условно составляет 5 тысяч рублей. Окей, слиток, да, сколько слиток стоит тоже в граммах, да, и просто у меня элементарно, я могу наносить, окей, я могу наносить перчатку 10 граммов на руке, у меня это всегда с собой, но при этом нужно понимать, что у меня всегда его примут, но никто его не купит по цене, по которой я купил. Я всегда его смогу продать только по цене лома, по сути, по цене вот этого вот слитка. И здесь соответствие, соотнесение, еще раз, посмотрели на бирку, посмотрели цена за грамм, открыли любое приложение, там, я не знаю, банки.ру, посмотрели, сколько сейчас, по какой цене покупается золота, потому что вы будете продавать, и просто сравните. Ну, то есть, если вы покупаете, и у вас на ювелирном изделии цена за грамм, я не знаю, там, 5 тысяч рублей, а цена в УМС, например, грамма покупки составляет 4,5 тысячи рублей, окей, интересно. Но если у вас цена за грамм в ювелирном изделии 10, 15, 20 тысяч рублей, а цена покупки 4,5, вы должны понимать, что с каждого грамма, при прочих равных условиях, вы оставите непонятно кому, да, там, 70% стоимости ювелирного изделия. Вот и все. Поэтому здесь, как мне в свое время мой наставник сказал, если покупаешь квартиры, у него друг есть, который, там, голубыми фишками только торгует, да, то есть, там, просто самые крутые картины, то есть, никогда не связывайся с дешевками. То есть, вот, если есть какая-то известная картина, да, она стоит дофига, но она никогда не потеряет в цене, и, соответственно, говорит, у него всегда, там, обороты исчисляются миллиардами, но у него денег нет, то есть, он постоянно перехватывается, но при этом, он, говорит, защищен, потому что у меня или картина в дороге, или они от кого-то идут, или они к кому-то идут, да, но, тем не менее, вот, вот такая операция. То же самое могу сказать, что касается ювелирных изделий, или это что-то должно быть прям эксклюзивное, очень дорогое, да, которое не потеряет в цене, типа, там, в Абрже, типа, лимитированных вещей, в одном или нескольких экземплярах, которые в мире существуют, но это очень дорого. И тогда, да, тогда есть вот эта вот уникальность, то есть, только такая машина, только у меня и Майкл Джексона, да, вот, это примерно такой же принцип, то есть, ювелирное изделие по такому же принципу, то есть, только у меня или еще у кого-то, и это признается во всем мире. Или непосредственно покупка физического металла, драгоценные монеты или слиток, если мы говорим про инвестиции в физический металл. Все остальное, вот этот вот большой плащ, что посредине находится, рынки там в Эмиратах, рынки в Индии, да, это все от лукавого, да, то есть, это просто нужно понимать, что 70% цены вы отдаете всем посредникам, кто в этой истории участвует. Вот такая вот моя позиция по поводу инвестиций в физическое золото, а именно в ювелирное украшение. Кстати, ребята, если был интересен разговор, нужно ли еще, оставьте комментарий к данным видео. У нас сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока.